Скоро сезон и многим может понадобиться вот такой быстрый красавец в МотоСтронг-М. Огромный выбор, отличные цены и малые пробеги у мотоциклов. За всеми подробностями айда в описании. А сейчас давайте обратим внимание, сколько навесного оборудования в компании «АвтоСтронг-М» для вашего автомобиля по отличной цене и с быстрой доставкой. Ну а прямо сейчас мы пройдемся по коммерческой технике. Итак, встречаем Ивека 2.3 F1A. 16-клапанный турбодизель Ивека F1A предназначен для установки на коммерческую технику. Он устанавливается и устанавливается на Fiat Ducato двух поколений. Также его ставили на Ивека Daily 3, 4, 5, 6 поколений. С 2006 года этот двигатель применяли на Citroёn Jumper и Peugeot Boxster, а также, внимание, на УАЗ Патриот. На технике Fiat он обозначается также F1A, но маркетологи придумали для него обозначение JTD, а позднее – Multijet. В этом двигателе два распредвала. В приводе клапанов присутствуют гидрокомпенсаторы, в приводе ГРМ зубчатый ремень, который приводит впускной распредвал, а выпускной распредвал приводится от впускного цепью. Двигатель с самого рождения оснащался топливной системой Bosch. В зависимости от модификации данный двигатель развивает от 95 до 150 лошадиных сил. Сегодня мы будем разбирать двигатель с Ивека Daily 2012 года выпуска. Данный двигатель надежен и неприхотлив. Реальный миллионник. У нормальных владельцев он служит без проблем и ремонтов, требуя только регламентного обслуживания. Сегодня мы поговорим о всех неисправностях и проблемах, которые с ним случаются. У двигателя F1A есть проблема, признанная производителем, а именно закупоривание системы отвода картерных газов. Закупоривается ее крайний элемент, именно патрубок, по которому картерные газы поступают во впускной трубопровод. Закупоривание происходит при следующих условиях. Минус 25 и равномерное движение по трассе. Вот здесь стоит впускной трубопровод. Сюда входит вот эта трубка и тут есть небольшой носик. Так вот, влага при таких условиях перемерзает и тогда давление картерных газов начинает давить на сальники и выдавливать все масло. После устранения данных симптомов может оказаться, что пострадала турбина, то есть износился ее вал и уплотнение. И тогда она начала гнать масло во впуск и выпуск. Иногда на панели приборов появляется Check Engine с сопутствующей ошибкой датчика положения коленвала 0.335. При этом двигатель не заводится, либо заводится с долгой прокруткой. Если данная ошибка появляется в движении, то двигатель глохнет. Причина может быть как в самом датчике, так и в его проводке, так и в попадании влаги в его разъем, а также даже в генераторе. В общем, причину надо искать. Говорят, что иногда я говорю то, что говорит мне он. Итак, встречаем, Павел. Мы начинаем нашу разборочку. На ранней версии двигателя F1A устанавливались турбины BorgWarner K03 с перепускной заслонкой. Затем позднее с 2006 года устанавливались турбины Garret GTB 17V на автомобиле мощностью более 126 лошадиных сил. Также с 2006 года на F1A начали устанавливать турбины Mitsubishi TF035HM. Как в данном случае. Обратите внимание, что турбина с данного мотора сухая и в отличном состоянии. Она ждет вас в «АвтоСтронг-М». С этой турбиной практически ничего не случается, поэтому сказать нам вам про нее нечего. На современных версиях моторов F1A клапан EGR самый продвинутый, то есть он с электронным управлением. С ним практически ничего не случается. Если он начал подклинивать, просто разобрали, сняли, почистили и поехали дальше. Также здесь присутствует охлаждение газов антифризом. Система EGR делает свое черное дело. Обратите внимание, сколько сажа во впускном коллекторе. Причем это не только сажа, но сажа, смешанная с парами масла, которые так или иначе присутствуют во впускном коллекторе. К счастью, во впускном коллекторе клинить нечего, потому что здесь нет никаких заслонок. А вот дозирующая заслонка, так называемая захлопка, может подклинивать из-за обилия нагара и сажены. Но она легко доступна для снятия и чистки. Очистить ее необходимо превентивно, потому что при ее заклинивании стачиваются шестеренки в электронном сервоприводе. На впускном коллекторе находится датчик давления наддува. Его тоже надо иногда снимать и чистить. После чистки увеличиваются отклики и экономичность мотора. На двигателе F1A форсунки соленоидные пьезофорсунки на данных моторах не было. В зависимости от мощности и года выпуска существуют три разновидности форсунок. Форсунки надежные, долговечные и ремонтопригодные. Любопытно, что для защиты гнезд ГБЦ от внешних факторов, то есть грязи, пыли, воды и тому подобное, используются вот такие резиновые уплотнители. Существует несколько рекомендаций по поводу интервалов замены ремня ГРМ на пробегах 120, 180, 240 в зависимости от условий эксплуатации. Ремень желательно менять вместе с помпой. Помпу надо ставить хорошего качества, потому что были случаи, когда клинит помпа, ремень здесь нагревается, затем он разрывается, поршни и клапаны встречаются. Всю нагрузку при этом на себя берут рокеры, рокеры ломают пополам. И при этом бывали случаи, когда страдают распредвалы, то есть распредвал может изогнуться, либо же кулачки провернутся. Одним словом, после обрыва ремня ГРМ этот мотор можно реанимировать, но ГБЦ надо проверять полностью. Цепь очень надежная, ходит примерно 500 тысяч километров. Если все-таки она растягивается, то натяжитель прижимает цепь к корпусу ГБЦ и цепь начинает стругать алюминий. Как правило, к повреждениям это не приводит. Но не стоит доводить цепь до такого состояния. Бывают случаи откручивания болта впускного распредвала. Обычно это случается в сильный мороз. Говорят, что густое масло не успевает уходить через редукционный клапан маслонасоса. И тогда возникает избыточное давление масла. Это давление давит на цепь, цепь останавливается, болт откручивается. Тогда встречаются поршни с впускными клапанами и разрушаются рокеры. Также бывают редкие случаи откручивания болта выпускного распредвала. Но в этом случае большого удара по клапанам не происходит, потому что распредвал становится свободным и перестает вращаться. До 2006 года на двигателях F1A применялись насосы Bosch CP3S3. А с 2006 года начали применяться вот эти насосы Bosch CP1H3. Данный насос надежный, без секций механической подкачки. Расположенный на нем дозирующий клапан надежен. Но если двигатель будет глохнуть при нагрузке, а также обороты холостого хода будут плавать, то виной этому может быть именно он. Передняя часть блока двигателя F1A обвешана вот такими интересными пазлами. Это помпа, она пластиковая, надежности это ей не добавляет. Ну и ее надо менять, как мы помним, каждый раз при замене ремня ГРМ. А вот это вакуумный насос. Клапанная крышка по совместительству является вот такой массивной пастикой. Дизелью распредвалов. Подчеркнем, что это очень популярное решение на итальянских дизелях. То есть на 1.3 такое решение, на 1.9, на 2.0 и так далее. По состоянию кулачков распредвалов все очень даже хорошо. Кулачки распредвалов нажимают на вот эти роликовые рычаги, которые страдают, когда поршни клапана встречаются. Кстати, кто забыл, гидрокомпенсатор выглядит вот так. Образцовое ГВЦ. Если кому надо, вы можете выбрать этот гидрок. Вы знаете, где ее найти. Правильно, в «АвтоСтронг-М». По состоянию блока, ну просто все идеально. Хон заводской, никакого нагара. Все очень красиво. Посмотрите на эти даты и поршни. Графитовое напыление, как новое, кольца, все без намека на закоксовку и подвижные. Ну и вкладыши в идеале соответственно. И коленвал у нас тоже в идеальном состоянии. То есть сегодня мы разобрали идеальный мотор. Так как мы разобрали такой мотор, мы решили не располовинивать блок, то есть не снимать бугельную плиту. Потому что думаем, что такой блок реально должен найти своего владельца именно в таком состоянии. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали действительно надежный мотор. Меняйте в нем масло почаще и он пройдет миллион километров. Подписывайтесь на наш канал, если хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok